ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Все, добрался до Фиадуси. Сейчас, наверное, найду какое-нибудь жилье до датушного утра. А завтра уже буду искать отель на сутки. А может, и на двое. Эпическая картина получается. Ночь, я и храм. Красиво вообще. Куда идти, я не знаю. Где дать жилье, я не знаю. Сейчас будем импровизировать. Я вот думаю, либо все-таки на Букин залезть и там что-нибудь найти. Либо пойти на Шару. Искать объявление. Пока ехали, очень много домов было. С надписями, сдаю, сдаю, сдаю. Меня не видно, но я здесь есть. Первую гостиницу. Я зашел в 1800. У нас сказали, что за полторы сдадут. Это же интересно, идем дальше. В идеале бы за 1000 рублей найти. Чисто до утра, а завтра уже найти что-нибудь более, менее подходящее. Нашел прямо на берегу за 2500. Доброй ночи. А где хозяева, не расскажете? Доброй. А вот так у меня. Ага. Да. Мы вам покажем. Пойдем. Если что-то, дадите ему деньги. Хорошо. Кондиционер есть, сейчас есть. Все, иди. Балкончик. Ага. А душ? Душ вот. На этаже, да? Вон здесь душ. Что с тобой? На первом этаже. Пойдет комната или нет? Пойдет, пойдет. Значит, нравится тебе? Да. Умывальник, душ, туалет. Ага. Пожалуйста. Отлично. Супер. Очерей нет. Отлично. Зашел, упался. Зашел в комнату. Все. Отлично. Успался или нет? Да, вполне. Короче, прикольный отель. Находится прямо возле вокзала. Какой адрес здесь у вас? Волначарского 20. Волначарского 20. На автовокзал приезжаете, 100 метров, и вы на месте. Что это такое? На тархун похоже. Кстати, весьма бюджетненько. Такую порцию я взял пюре с двумя тюфелями, салат и хлеб. 170 рублей. Очень-очень, да, по-божеству. Не смотря на душу курорта. Здравствуйте. Маленький стаканчик кваса. Больше людей. Квас разливной мне не понравился. Такое ощущение, что белорусский квас разбавленный раз, не знаю, в пять, наверное. Добрый день. Скажите, а цену на номера узнаете, где можно? Двухместные и полторы. Полторы тысячи, да? Ну и брехуны, конечно, украинские СМИ. В Крыму никого нет, в Крым пустой. Напомню, сейчас у нас 20, 20, 21 число, 21 августа. А сколько народу на пляжах вы сами видите. Их просто немерено. Пляж забит под завязку. Здравствуйте, а где узнаете? Туда, да? Спасибо. Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, расценки можно узнать, сколько есть ли номера свободны? У них местный номер стоит 6200. Некислый такой разброс цен. Фу, я сплавился просто весь. Силы уже идти нет. Но надо третий вариант посмотреть. Здравствуйте, а от цены можно узнать, сколько номера стоит? Ну, от 3-х 750. 3-750, да? Да, ну, сейчас такого номера нет дешево. Опять, давай. 4-4250. Спасибо. Петя Блум. Двигаемся дальше. Здравствуйте. Как, на сутки можно номер снять у вас? Двухместного надо? Ну, можно двухместного, можно одноместного и собственность стоит у него. Так, у нас сейчас у нас трехместные только номера. Нет тогда свободны? Нет, трехместные 3000. Здравствуйте. По поводу номеров, какие должна быть, есть свободны? Ну, сколько вам нужно? Ну, на сутки, на двое. Сейчас скажу, что и подлится. А сколько на ровно? Один ей. А, ну, один? Да, это больше. Ну, вам же, наверное, попроще? Ну, подешевле, да. Я в Викпатории по всему побережью. Ну, подешевле у нас и нету. Три это, чтобы убилку закрыть. Так они 6 тысяч стоят. А, я говорю, три с половиной, три дня, обслуживаю на три. Я не понял. А, где-то я дойду еще там, 100 метров. Там нету ничего? Там, где-то на бутинге находил, где-то за 2-5. А, где-то, 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 где-то. Попробуйте, София соседняя. Там, где-то, где-то, ну, глаз чуть пониже, но и цена пониже. Все, добрался. Смотрите, вся футболка просто насквозь мокрая. Никак в жизни так не потела. Особенно смешно, что у меня чистых вещей не осталось. Но это у меня теперь есть номер. Номер на первом этаже. Специально я для того, чтобы вам было понятно, снял номер в море. Значит, по ценам на первой береговой линии начинаются цены от 2,5-3 тысяч. Тот отель, который я заходил изначально, за 1,5 тысячи предлагали. Это не за номер, это за кровать в двухместном номере. Отдельный номер мне удалось найти с горем пополам, бойдя половину побережья Феодосии за 2,5 тысячи. И вот с таким видом. Там у нас пляж. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Что касается народу, кстати, народу реально очень много. Наверное, то, что уже самый-самый конец сезона. Я, честно говоря, улюблен. Я думал, что будет намного лучше. Ну, есть пляж от начала, до конца все забито людьми. Так что врут, когда говорят, что в Крыму не было. Дыхающих полно. Я представляю, что здесь летом творилось. Где-нибудь там в июне, в июле. В конце сегодняшнего видео сейчас немножко будет болтовни. Сейчас местечко найду и хоть что расскажу. Во-первых, хочу передать огромный пламенный привет Барташу. Есть такой ютюбер. Сегодня мне накидали личку сообщений, что он в своем видео, в последнем видео, посвященном тому, какие каналы должны иметь миллионы подписчиков, рассказал о моем канале. Я посмотрел, блин, очень тронуло. Так что спасибо тебе огромное. Передайте привет Сирноморскому побережью. Это первое. Второе. По поводу Феодосии. В целом, очень понравился город. Небольшой, компактный, красивый. Ну, то есть, естественно, море есть море. Оно сразу много чего прощает. По ценам. Ну, тоже все предсказуемо. То есть, в километре от моря аренду жилья можно снять. Гостевой домик, там вот, как я ночью снимал. За 800 рублей, за 1000 рублей, я думаю, что подешевле даже можно найти. На побережье от двух с половиной и выше. И то, это, ну, в среднем где-то от двух с половиной до шести, наверное, вот так вот. То же самое цены в кафе. Вот сейчас только что ходил в кафе ужинать. Взял то же самое, что брал утром возле автобусной станции. Там я заплатил 170 рублей, здесь я заплатил почти 300. То есть, разница практически в два раза. В принципе, все. Завтра я уезжаю, скорее всего, в Севастополь. Почему в Севастополь? Потому что, к сожалению, финансы не позволяют за все мои задумки воплотить жизнь. Было огромное желание проехать еще в Ялту, в Коктейбель, в Судак. Но пока не получается. На всякий случай оставляю в описании к видео координаты, кошельки. Если у кого-то будет желание поддержать проект, буду очень признателен, очень рад. Естественно, тогда планы свои изменю и заеду еще и в эти города. Очень хотелось побывать на экскурсиях, но тоже по той же самой причине не получится. Здесь есть куча экскурсий. Самая, о которой мне прям очень хотелось побывать, это гроты, где подводные лодки раньше хоронились, еще со времен Второй мировой войны. Но тоже финансы поют романцы, поэтому как-нибудь в следующий раз. В принципе, все. С Виадосией, можно сказать, мы прощаемся. Завтра стараюсь пораньше выехать, чтобы к обеду быть уже в Севастополе. Ну и увидимся завтра. Надеюсь, вам все нравится, видео нравится, канал нравится. Вы активно подписывайтесь, ставите лайки. И, кстати, когда уже приеду домой, я выпущу еще целую рубрику видео, вот именно болтовни, в которой расскажу обо всех своих впечатлениях, и от России, и конкретно от каждого города. То есть, ну, для тех, кто любит, когда я просто сижу на диване и болтаю о чем-то. Все, друзья. Всем пока. Всем до завтра. Всех люблю, обнимаю. Увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok